Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда. И хотел бы я сказать, что это радостный видос, что меня разбанили. Мы прикупили новый автомобиль, вот такого вот серого оттенка сзади стоит. Прикупили новый бизнес, вроде всё было хорошо, но не хочу это говорить. Это, скорее всего, последний видос на этом сервере. Ну что же такого случилось, я расскажу вам далее в ролике. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Погнали! Не знаю, есть ли смысл говорить, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод. Хотя личного промокода по факту нету. Вот мы об этом потом поговорим. Но если вы ещё не играли на этом сервере и хотите зайти поиграть, мой промокодик есть в описании. При достижении третьего левела вы получите 20 тысяч долларов на свой баланс. Ну что, пацаны, предыдущий видос у нас был с баном. Следующий как бы по классике, по традиции с разбаном. Разбанили мне ещё в 20 числах мая. Сегодня уже 10, ну почти 10, 9 июня. Этот ролик, наверное, выйдет 10 или 11, я не знаю. Я пока что над этом думаю. Разбанили мне на сервере. Прикупил я себе новую тачку, которую, видите, сзади на экране это BMW E34 в глянце, фото-фото. Затюнил её внешне, как мне нравится. Поставил дорогие диски. Надеюсь, он сейчас не заедет в кадр, красавчик, красавчик. Поставил дорогие диски, щиповочку. Но она прям была на стиле. И как вы поняли, я уже собирал коллекцию пятёрок BMW. И мне, как вы видите, не хватило всего лишь одной BMW. Это BMW M5 F10. E34 есть, E39 есть, E60 есть, F90 есть. Собрать полностью коллекцию пятёрок BMW. Я не знаю, что бы я с ними делал. На одной бы, может, катался. Возможно, продал бы всем пакам. То есть, все пять штук одному владельцу в одни руки. Я не знаю, что бы я с этим делал или разыграл. Также, как вы знаете, бан я улетел из-за того, что хотел словить бизнес. И в последних месяца два у меня погоня, можно сказать, за бизнесом. У меня был бизнес на 12.310, который я купил за 5.5 ещё в декабре. Успешно продал. Ну, как бы неуспешно. Херово продал уже в апреле. После чего, можно сказать, меня заскамили на бизнес тоже в апреле на 14.000 выплаты. Я потом поменял эти 14.000 выплаты на 10. Продал десятку, а потом хотел ещё раз эту десятку словить и улетел как бы в бан. Всё это время я искал безы, искал варианты. Все перекупы максимально охерели, потому что подняли цены в небеса. Из-за того, что игроки из Украины, как вы знаете, на Редмире большинство игроков из Украины, вы это можете спокойно увидеть по номерам. У игроков из Украины не слетают дома и бизнесы. Так как у нас много игроков из Украины, повторюсь, то много домов и бизнесов просто застыли на месте. Из-за этого перекупы решили, блядь, гнать цену и подняли там на бизнесы, которые подороже. На которые мелкие бизнесы, они не особо цену, поднимали там на 100.000 максимум. А бизнесы, которые уже начинаются от 10.000 выплат, они так подняли. Цены то на лям, то на 2, то на 3, то на 5. Просто с нифига. Они такие, ну бля, рынок растёт. Сам такой себе придумал, ну бля, рынок растёт, ну ты понимаешь. И пытаются выдавать последние деньги. К чему я это? К тому, что бизнесов тупо нет. Да реально, я искал 2 месяца, я не нашёл ни одного бизнеса. Никто не продаёт. Либо продаёт, но просто по оверпрайсу. Типа, я не хочу его продавать, но я выставлю там лямов за 20, может какого-то лоха найду и продам. Вот типа такие объявления ещё существуют. В итоге прикупил я всё-таки один бизнес. Я всё-таки думаю, что я за него переплатил, но просто нету других вариантов. Хотя может и по рынку, не знаю. Думаю, а стоит вставлять видос? По душам поговорим, тем более у меня сейчас такое настроение, по душам поговорить. Депрессуха как-то говорится, как это. Написал одному человеку с ником Скрипач вроде, да? И купил свой бизнес на 11-310 тысяч выплат. Я думаю, вы просто сейчас видите экранчик, вот где я этот бизнес покупаю. После чего я решил впервые за всю историю игры на Redmere изменить название бизнеса. Ну, потому что она стоит как одна выплата бизнеса или сколько бизнес выплачивает. Я, если честно, так и не прошарил, сколько я заплатил, или 14, или 10 тысяч. Но там как-то эта стоимость меняется от выплаты или от чего, чтобы сменить название. Вроде единоразовую выплату тебе нужно засунуть. Вот, и тогда ты можешь либо увеличить доход бизнеса, если он у тебя не прокачан, то бишь ты следил его только с ГОСа и можешь прокачать его там 3 раза или 4, не помню. Либо изменить название. И впервые я решил как бы изменить название. И название я придумал достаточно тематическое. После чего, как вы знаете, я улетел в бан, да? И мне пришло 200 тысяч штрафа. Ну, и, конечно же, мне как бы я не хотел этого делать. Но пришлось его оплатить. И 200 тысяч как бы улетело заму клана МС. В итоге все, что у меня осталось, это вот эти 4 BMW. Хуракан мой легендарный, с которым даже уже игроки просят сфоткаться. Говорят, Эван, а ты где? Я говорю, ну тут, ну ты можешь подъехать. Я там тебе хочу сфоткаться с тобой. Говорю, и с Хураканом твоим. Такой, бля, легендарный Хуракан. Мы так и не нашли винилера, который бы сделал винил на этот Хуракан. Конечно, двое человек не писало, но они сказали, что это очень сложно и почти невыполнимо. Мне просто один подписчик подал идею, что на капот или на крышу можно сделать QR-код, по которому люди, которые наведут свой телефон на этот QR-код, их бы пересылало на твой канал на YouTube. Я подумал, что это максимально идеально. Двое игроков уже пытались сделать такой винил, но у них ничего не вышло. Поэтому пока что винила нет, хотя я очень хотел этот винил. Я уже был готов заплатить реально большие деньги за это, но не вышло. Думал прилепить какую-то кнопку YouTube, чтобы меня хотя бы некоторые игроки различали. Хотя меня большинство уже узнает, типа, зеленый, глянцевый Хуракан, перформанты на шторе, это Эван едет. Но все-таки половина еще подходит и спрашивает, а почем продаешь? Я говорю, 2 миллиона, говорят, ты че, упор это? Я говорю, он бесценен, пацаны, вы задрали. Каждый раз, когда подъезжаю к БУ, Эван, продай Хуракан. Почем Хуракан? Сколько стоит? 210 дам. Ну, блядь, я промолчу. А, кстати, достаточно веселая история была с моим бизнесом. В первый день, как я купил, я же поменял, типа, название кебаб у Эвана, что в переводе обозначает шашлык у Эвана. Я говорю, пацаны, заходите там на шорму, на шашлык ко мне, да? И я отошел, пошел покушать. Я просто сижу, и мне приходят фотки в ОК, которые вы, в принципе, сейчас видите на экране, что сделалась маленькая сходка в из-за его бизнеса. Жалко, я не успел это заснять. Но было достаточно прикольно, всем спасибо. Может, даже для привива эту фотку используем, не знаю. Ну, знаешь, что же произошло? Ну, зашел я заснять видос на Redmi. Давайте начнем с того, что снимать откровенно на Redmi нечего. Уже все, что я мог, уже записал, и уже даже по несколько раз. Так же, как эти гаражи, как эти номера. Я хотел, конечно, третью часть еще с мотоциклетными номерами попытаться выбить за 250 долларов. Но сейчас вот реально нечего делать. Обновлений уже нет почти полгода, там, когда в феврале или еще перед Новым Годом выходило последнее обновление на Redmi. Если честно, уже не помню. Сейчас наступил такой период на сервере, что играют одни олды, у которых есть имущество, им жалко их терять. Потому что они, ну, реально вбухали очень много времени сюда. Возможно, доната. Наступил типичный цикл игрока МТАшного на Redmi сейчас. Можете спросить, что это такое за цикл. Ну, типичный, типа, игрой заходит, там, раз в три дня, снимает 15 тысяч с баланса, если у него фулл банк. Едет, выполняет задания, смотрит БУ, крутит рулетку и выходит с сервера. В принципе, вот так сейчас играет, мне кажется, половина игроков на Redmi, что на первом, что на втором, что на третьем сервере. Значит, зашел я заснять видос, думаю, блин, наверное, засниму все-таки третью часть номеров, ведь вы поставили 100 лайков по предыдущим роликам. Куплю какой-то мотоцикл, попытаюсь выбить на мотоцикл какие-то номера и также на автомобиле по классике. Думаю, блин, а у меня же еще не хватает F10 коллекции. Думаю, блин, еще надо купить F10, и это будет второй видос на Redmi. Думаю, думаю, блин, безы мне не получается словить, потому что... Ну, я не знаю, когда они слетают, не знаю, где они слетают, потому что... Ну, половина администраторов сливает инфу уже своим кинтам с кланов, это уже все давно знают. Даже один человек об этом прям напрямую говорил. Я не буду говорить, кто это. Поэтому бизнеса для меня лично смысла ловить уже нет, потому что его никогда не словлю. Вот, я думал еще купить какой-то бизнес. У меня бюджета, в принципе, 3 миллиона. Этого достаточно будет, чтобы купить бизнес какой-то на 6-8 тысяч выплаты. И суммарно у меня было бы где-то 17-18 тысяч выплаты чисто из бизнесов. И еще 5 тысяч из банка. Это около 22-23 тысяч в день. Я думаю, вот, был бы балдеж. Хотел я написать объявление, но у меня был КД, потому что перед этим я уже оставлял разные объявления. И поэтому я не мог сделать новое объявление, потому что на Редмире стоит эта долбанная херня. В 30 минут ты можешь публиковать объявление. Как это меня бесит просто. Вот, и я стоял на БУ, я решил просто написать в чат, как бы куплю БИС, 5-8 тысяч выплаты. И куплю BMW F10 в свете. Если вы не знали, то на втором Редмире есть такое уб***ское, просто нарк***нское правило. Вообще, на втором Севере очень много долб***ских правил, по типу нельзя ездить по встречке, в МТА, по встречке, да? И нельзя писать куплю-продам. Вернее, куплю можно было писать, нельзя было писать продам. Вот в чем раньше был прикол. Я написал куплю, куплю. Я знал, что за это мне ничего не будет. И как вы думаете, что же произошло? А давайте просто посмотрим ставочку. Я не знаю, войдет это в одну серию или нет. Но на Редмире, б***ь, нельзя писать слово продам. На втором сервере из админов, б***ь, которые, б***ь, напередумывали этих правил, и не знаю как то. Я х***, что я сейчас их обосрал. Это не игровой процесс. Я не имею за байт на сервер. Это вообще, б***ь, если честно. Я написал. Продам нельзя писать, куплю можно написать. Я написал просто в чат. Где? Куплю F10 и БИС 5-8 тысяч выплаты, потому что у меня стоит КД на объявление. Я не могу его опубликовать. И что? Мне прилетел мут на 1 час. За то, что я написал слово куплю. Мне просто интересно, если я спрошу администратора, за что мут на 1 час? Что же мне он ответит? Пацаны, не знаю, сколько уже прошло времени, но там вверху по чату, я думаю, будет видно. Минут в 10 прошло, это точно. Ноль реакции. Просто на тебя забили огромный... 10 тысяч штрафа. Интересно, что же за 10 тысяч? Что же это такое, да? 07.06. Два дня назад. Хоффман мне выдал. За 3.7. Да, мне дали мут на 1 час. Да, как-то меня еще не кикнули. Но самый прикол в том, что я сказал, типа, если мне еще выдадут штраф, то я ливаю на *** с этого сервера. Он мне *** уже реально. Сколько можно? Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Еще меня, если честно, поразила час-вачность администратора Armperm. Сейчас он меня тупо заигнорил, а спросил, почему не выдали мут. Он просто заигнорил. Прошло больше времени, он просто заигнорил. Да, и знаете, мне обидно просто, что другие сервера собирают разных ютуберов, чтобы пропирать их сервер, да? В размере играет, ну, по рекламе, я думаю, играет один Какао, который еще был популярен в году 18-17, набрал своих 50 тысяч подписчиков и сидит. Также ГВР, которые там набрали, сколько, 800 тысяч у них. Мне кажется, это единственные ютуберы, которые пиарят именно у них прям контракт с менеджером по рекламе. Я не знаю, короче, что они реально зарабатывают на этом сервере. Именно реальные деньги за видосы. Я, конечно, был бы очень рад, чтобы мне тоже платили какой-то, не знаю, каких-то пару там рублей, что я снимаю ролики, ведь у меня все-таки интересный контент, который не повторяется. Плюс еще там больше тысячи просмотров. Но это уже отступление. Хотя бы, я не знаю, какая-то минимум благодарность, что ли, спасибо там за ролик или что. А в ответ, как мне спросили подписчики, Эван, а сколько ты зарабатываешь на Редмире? Сколько ты рублей зарабатываешь? Или сколько ты в рублях зарабатываешь? Я говорю, пацаны, я зарабатываю только в банах, реально. Одну благодарность, которую я получил от администраторов, разработчиков этого сервера, это одни баны. У меня было три бана. Первый бан это было за то же объявление, которое я написал, что проходит конкурс. Ну да, возможно, я тогда был не прав. Во-вторых, почему нельзя написать, что типа конкурс? Окей. Ладно, возможно, тогда я не прав. Второй ролик это «Как выполнить тысячу метров», легендарный ролик, на который нас откинули. Кстати, про этот ролик мы еще поговорим в следующей серии. Еще будет одна серия специальная, которую я хотел очень давно записать. Поэтому ждите, скоро будет. Там мне тоже дали бан, хотя даже не предупредили ни разу. Типа «Эван, ты же снимаешь ролик, зачем тебе это нужно? Просто не делай так больше». Или удали этот ролик за тысячу метров, да. Или не пиши больше таких объявлений в чат или еще что-то. Также в последний раз вот этот, что я улетел в бан из-за того, что я сидел за текстурами. Я уже много раз говорил, что «Ну блин, пацаны, исправляйте баги, а не придумывайте правила». Редмировцы думают по-другому. В итоге одни на своим кентам сказали. Как я уже после записи предыдущего ролика узнал, я пообщался с некоторыми игроками. Вот, и они сказали, что половина сидела тоже за текстурами, но свои кенты администраторы им написали личные сообщения. Типа «Выйди, брат, за текстуру, потому что тебе будет плохо». Типа своим они написали, а другим зачем. И в итоге половина кинули в бан, кинули штрафы, сколько им хочется. Также бесит меня эта штука, что нет фиксированных штрафов, то есть админ может сегодня тебе выдать за это нарушение 100 тысяч, за завтрашнее нарушение это 500 тысяч. И типа его никак не осудят, потому что это администратор. И последняя вот эта капля, которая меня прям вывесила, это то, что «Блядь, я просто написал «Куплю, продам», и мне кинули мут на один час, и просто штраф. Да, штраф небольшой, 10 тысяч, вы можете сказать, а вы, ну что такого-такого? Но суть не в штрафе, суть как бы в отношении администраторов к игрокам. Да, может, если я там еще какой-то ютубер, меня знают больше администраторов, они как-то ко мне некоторые, может, немножечко лучше относятся. На это не все. Вот, а если вы обычный игрок, которые зашли на этот сервер, которого никто не знает, которого нету никаких связей, что может тогда быть? Снимаю на Redmi я полтора года, повторюсь, да? И банально, я просто просил сделать мне промокод. И что вы думаете? Первая попытка была неудачная, они мне отменили промокод, хотя сервер я снимал достаточно долго. Вторую попытку я сделал еще, ну, бля, если не буду ошибаться, ну, где-то в прошлого лета. И знаете что? Я просто хочу показать. А ничего. Они его так и не рассмотрели. Все, что я могу сказать. Да, было интересно на этом сервере поиграть. Да, это... Это как бы опыт жизни. Не первый у меня уже. За все время на Redmi, сколько мы там наиграли, не знаю, часов 500 я, наверное, играл. Сейчас вы увидите скриншотик с форума. Мы прикупили с вами 5 легендарных автомобилей, ну, как легендарных. Один из них легендарен точно, потому что это Lamborghini Huracan на шторе, который мы купили еще в прошлом, мать его, году. Уже больше года этому ролику. Мы купили бизнес, у нас есть дом, у нас есть фуллбанк. Можно сказать, у меня почти 10 плюс-минус миллионов, может, даже больше, я не считал. Я почти вошел в список топ-20 Forbes. Можно сказать, топ-30 я точно вошел. Всем спасибо, кто все это время со мной смотрели RedMir. Подписывайтесь на канал, ведь, я думаю, это не конец. Скоро начнется новая история. Возможно, даже не в МТА вовсе. Ведь МТА потихоньку умирает. Нажимай на лайк, если тебе понравился этот ролик. Лайки — это то, что мотивирует каждого ютубера снимать новые ролики. Напиши любой комментарий, что ты думаешь об этом ролике, об этом сервере, и все читаю, все смотрю, все лайкаю. Вот. Колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики. Я уже настолько много наговорил, что у меня кикнули даже с сервера. Но даже заходить не буду. Поэтому... Всем желаю хорошего дня, пацаны. Всем удачи. И всем пока.